Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, Татьяна, психоаналитический психолог. Сегодня у нас пятница, и мы разбираем сны вместе с Татьяной. Плюс мы сегодня еще пригласили Элизу. Мы будем втроем сегодня вещать. Сейчас присоединю вас, дорогие коллеги. Пожалуйста, примите запрос и присоединяйтесь. У-у-у, привет, моя красавица! Привет-привет! Привет, коллега! Привет! Спасибо за приглашение! И тебе спасибо, что присоединилась. Я думаю, что нам втроем будет интереснее даже. Да. У меня есть сны. Я еще хочу про свой сон рассказать. Вчера прочитала у Татьяны про тупли и вспомнила свой сон. И хотела бы добавить, что сон можно проигрывать дальше. То есть досматривать. Да, я знаю. Это очень интересно. Как я жадничала сильно, но пришлось повторить сон и все-таки самостоятельно это сделать. Но там надо аккуратнее. То есть надо знать, как это делать. Иначе может... Так, Татьяна не может присоединиться. Сейчас еще раз. Тебе писали сны? У меня просто... Хочу вот свой сон для того, чтобы понимание было... Что значит «Татьяна не может»? О, Татьяна! Татьяна может! Добрый день, дорогая! Ну, коллеги, ну, здравствуйте! Татьяна не может! Татьяна, да! Да, конечно, от красивых слышу. Ты рассказывала... Я выбирала фильтры. Да, ты выбирала... Я, кстати, так и не научилась ими пользоваться. Я очень сильно хотела освоить эту сложную науку фильтров в Инстаграм. Я так и не смогла. Ну, у тебя же есть я. Ну, ты же скрываешь секреты своей удивительной красоты. Ты мне просто напиши, я тебе все расскажу. Ты же диктор телевидения, я тебе уже говорила. Ты выглядишь потрясающе. Мне кажется, это невозможно тебя догнать. Татьяна, я расскажу, как делать фильтры, и ты будешь такая же потрясающая диктор, понимаешь? Слушай, расскажи мне еще, пожалуйста, а может быть и нам с Элизой, если она не знает, где ты делаешь такие потрясающие сторизы. Что это за приложение? Я вам расскажу. Это секрет. Хорошо, расскажи, пожалуйста. Элизой, я говорила, по-моему, да, Элиза? Нет. Вот видишь. Я тоже не умею. Я тоже не умею вот эти вот видео сам монтировать. Там все очень просто, легко и очень красиво и правда сториз. Давай нам все тайны свои. Там музыка и картинки можно добавить, убавить. Там очень много всяких функций, но я выбираю то, что в сториз будет читабельно хотя бы. Потому что там слишком вот этого много. Ну, хорошо. В общем, ребят, смотрите. Татьяна, ты вчера написала пост про туфли. Я вспомнила сон. Правда, давнишний. Года два этому сону я до сих пор его очень помню, потому что во сне были очень-очень яркие чувства. Так вот, что там было? Снится мне, значит, сон. Какое-то место такое, как аватар, горы, такие прям скалы. И все место такое вот, какие-то сказочные бабочки, птички, даже канаты, вешанные какими-то цветами. И я в каком-то вечернем длинном платье, но где я стою, в скала, и там немножко выступ. И я стою там. А главное, держу в руках туфли. Туфли, которые я страшно боюсь потерять. Я их держу. И вот именно конкретно боюсь. Почему боюсь? Потому что передо мной обрыв. И мне страшно, что я сейчас их уроню, и они полетят туда. А там дна не видно вообще. Более того, вокруг я как бы вижу, я смотрю вбок и вижу каких-то знакомых. Но у них как будто больше места. То есть они как бы могут свободно передвигаться. А я-то не могу, кроме вот этого выступа. Да, всё красиво. Я вижу, что красиво. Но я не успеваю наслаждаться этой красотой, потому что мне страшно. Страшно от того, что я потеряю туфли. И страшно от того, что я не могу никуда двигаться. То есть у меня как бы пространство маленькое. И нет возможности куда-то вообще передвинуться. Плюс у меня руки заняты. И я просыпаюсь. Думаю, ну красивый сон. Посмотрю, какие у меня там были чувства. Думаю, так, мне надо переиграть этот сон. И я начала и вошла снова в этот сон. Думаю, что мне тут вообще страшно. Руки заняты. И думаю, давай-ка я выкину эти туфли. Я выкинула эти туфли, и у меня руки стали свободные. И я пошла. То есть это равновесие сразу пошло. И мне захотелось идти вперёд. И я пошла по этому канату. Этот канат вот от меня до другой скалы. Он толстый, но тем не менее это канат. И я как бы иду, и всё так красиво. Я смотрю вниз, и мне уже не страшно. Это я к чему рассказываю, товарищи? Ну, может быть, у вас какие-то плюс мысли есть по этому сну или какие-то ассоциации. А ещё, вот я уже сказала Элизе, что сон можно проигрывать дальше. Но это нужно делать очень аккуратно. То есть через чувства и ощущения только. То есть не самостоятельно я вот просто сделала. Самостоятельно можно только вот, например, в психодраме, да? Разыгрывать. Вот тогда да, когда есть другие люди, и там нужно знать конкретно, что делать. А если уходить прям в этот сон чувственно, мысленно, то там надо быть аккуратнее. То есть самостоятельные движухи делать лучше не надо. Иногда может быть опасно. То есть потому что сон снится, и мы просыпаемся, потому что страшно, может быть, да? Страшно, что мы с чем-то не справляемся. И это, с одной стороны, хорошо, потому что психика таким образом защищается. То есть даже во сне можно получить... Ну, у меня есть мысль по поводу этого сна твоего, да? То есть мне кажется, что он о том, что ты имеешь что-то очень ценное, очень ценное. И это ценное тебе настолько страшно потерять, что ты просто боишься это выпустить из рук. Но бессознательное тебе присылает телеграмму о том, что если ты это сделаешь, ты сохранишь равновесие, ты достигнешь цели, ты придешь туда, куда тебе нужно. И по пути вот этому, да, ты будешь сохранять равновесие, ты не упадешь. Ну, это моя метафора, да? То есть что-то такое, что тебе не нужно бояться это потерять. Потому что это будет означать, что ты дойдешь по канату там. Это же очень опасное движение по канату над пропастью, да? Но ты туда дойдешь, у тебя все получится. Сон с этой телеграммой. Не бойся, не бойся потерять что-то очень важное. Не бойся. Да, да, я же, кстати, ничего только не делала. Я там упала, просто полетела в эту бездну, и я оказалась в каком-то совершенно невероятном месте. Там еще интереснее, то есть. Ну, это про страхи наши, да, когда мы чего-то боимся. Да, спасибо. Боимся потерять что-то очень важно. Мы потеряем, держимся вот за это старое, потому что страшно. И вроде я смотрю и вижу, но я не иду, потому что за что-то держусь. Что-то кажется мне более ценным, и если я это потеряю, то тогда ну и нафиг. Я лучше вот подержусь за это и посмотрю просто, как они там все это. Да, и еще вот хочется добавить, я вот согласна с Татьяной Станиславской про ее интерпретацию. И еще такое, у меня складывается ощущение, что это как будто бы даже навязанное, что ли, что-то. Ну, как бы мы думаем, что мы без этого не справимся. Вот мне так нужны эти туфли красивые, да, и, возможно, это даже навязанные какие-то, может быть, даже, ну, что-то не мое. Потому что, чтобы пойти дальше и обрести равновесие, очень часто же нужно от чего-то избавиться, что нам не нужно. И, возможно, даже как бы это не наше, а что-то навязанное. Какие-то чужие чувства, какая-то чужая история, да, как ребенок берет чужие истории там у своих родителей и думает, что вот без этого он не справится. И мы думаем, что действительно, ну, это такое ценное, я без этого точно не смогу, да, а оказывается смогу, да, чтобы обрести равновесие. Интересно, знаешь что, что ты держалась не за опору ведь, это же не стоп-дерево, не какая-то там, ну, небольшой камень, да, не шест в конце концов. Ты держалась за туфли, то есть это, ну, не является опорой на самом деле, это не поддержка, это не что-то фундаментальное. Ты просто за них держалась и в то же время их держала. Вот тут еще такая семантика держалась и держала одновременно, да. Главное, я их боялась надеть, боялась, потому что я боялась упасть в этих туфлях. Ну, и боялась их потерять, я прям помню, как я их вот так держу, думаю, как бы прям вот сосредоточение, найти туфли, думаю, сейчас одно неправильное движение, а и мы прям падут туда. И я такая их держу, прям держу, и сама все, сон очень интересный. Давайте определимся. Да, да. Как будто бы пути, вот есть еще такая поговорка, типа ты, когда наденешь вот туфли того, кого ты осуждаешь, да, и тогда ты прочувствуешь, какой вот путь прошел тот другой. А пока как бы ты не ощущаешь, не ощутил ту дорогу, да, и как бы не нужно осуждать. И вот мне кажется, это тоже вот немного про это, как будто бы вот сон подсказывает, что вот избавься, да, от какого-то навязанного пути, что ли, от какой-то навязанной дороги, которую ты думала, что только есть, ну, такой вот путь, да, и как будто бы другого пути быть не может, и ты где-то, возможно, даже и поддерживала эту идею бессознательно. Ну, мы же все поддерживаем неосознанно идею и программу навязанную какую-то, ну, вроде как нам даже что-то и не нравится, но при этом вот мы как будто бы боимся предать там, ну, опять же, да, я, все, конечно, у меня идет к родителям в моих интерпретациях, вот, что, может быть, предать программу какую-то очень близкого, любимого человека. Ну, вот, это моя фантазия такая. Ну, да, там столько красоты, я же вижу, все вокруг, но я держусь насмерть за эти туфли, но они были очень красивые, мне до сих пор их нравится. Но у меня еще такая история из жизни есть, когда я была маленькая совсем, тоже связана с туфлями, там были сандалии, мне брат купил сандалии лакированные, помнишь, Латьяна, такие сандалии лакированные, сбоку вот впереди дырочки вот эти. Это же было самое главное преимущество лакированные. Лакированные, черные, я когда их увидела, думаю, ну, все, я была самая счастливая на свете, но я их надеваю, они мне малы, я их спрятала, думаю, и мама уже сказала брату, что они мне малы, а я думаю, сейчас он уедет. Я их отрежу, вот носик вот, и буду носить, то есть они мне настолько сильно понравились. И тут я прихожу с улицы домой, а этих туфель-то нету, я говорю, а где мои туфли? И мама говорит, ну, тебе они малы? Он сказал, что он тебе другие купит. А эти он подарил своей крестнице, а у нас год разница, она младше, наверное, ей как раз. Ой, я так растерялась, думаю, может быть, мне эти туфли приснились, и ощущения такие, что я выбросить выбросила, но жалко все равно. Да. Ну что, спасибо вам за ваши мысли и интерпретации, у меня есть сон, не мой уже. Погодите, давайте определимся, сколько снов у нас, сколько времени, и сколько у тебя один. У меня тоже один. И Лиза один, и у меня один. У нас есть 45 минут, да, получается 15 минут на одно сновидение, да? Ну, у меня такой лайтовый такой сон, не это, почти как... Ну, если будет больше времени свободного, то мы спросим, может быть, у кого-то будут вопросы или свои сновидения у ребят, поэтому оставим там, да, минут пять на, ну, какие-то непредвиденные еще детали. Ну, давай. Во сне видела, как там один мужчина, мы просто его знаем, но я не лично, а косвенно. А она у него училась, что он лечит и спросил, приду ли я на следующий сеанс на лечение. Я чувствовала, кто меня лечит, и случайно он повернулся ко мне, и я увидела лицо мужчины, и это был действительно он. Долго на него смотрела и поняла, что это он. Этот сон был утренний, ощущение спокойствия, что все идет хорошо, чего-то нового, удивление, спокойствие, внимание, забота. Еще мне помогли учиться кататься на велосипеде, но почему-то под водой. Было много воды, ощущение, что я двигаюсь правильно, я двигаюсь, иду, плавно каталась, все получилось. Ощущение, что... Подожди, 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 я запуталась. Ну, тут как будто я понимаю, что тут важно. Она видится, правильно? Это женщина, да? Она видит сон о ком? О докторе? Это доктор? Она ходила на курс какой-то, и вот во сне она видит этого мужчину, что он лечит, и задает вопрос, придет ли она на следующий сеанс. Так, то есть он врач, или там он лечит, и спрашивает, придет ли она на следующий сеанс. А он доктор чего? Что он лечит? Ну, я думаю, что больше, знаешь, психология, наверное. Ну, такая, не прямо психология. Психология сейчас же много всяких разных штук. Ну, какие-то энергетические там практики? Она просто у него уже была, у нее были эти ощущения вместе с ним. И вот сейчас ей снится сон. Ну, тут важно, что вот внутренние ощущения, вот это спокойствие, забота. И тут второй сон, я не знаю, это, я думаю, что не связано с этим сном, что следующий сон сразу, что она учится кататься на велосипеде, и почему-то под водой она это делает. Но при этом, вот обычно во сне очень сложно даются, да, вот эти движения. Она пишет о том, что эти движения были плавные, то есть она не чувствовала препятствий. Она каталась под водой, удивлялась этому, и у нее получалось удивление от того, что получается, и у нее были приятные чувства. И была еще мысль, что учиться занимает время, но у нее получается. И это вызывает какие-то положительные чувства. Все. А раньше? А раньше, что с учебой какие-то проблемы были, ничего такого не говорила сновидец? Ну, я не говорила она. Она просто все время где-то учится. Ну, понятно. Мне кажется, просто там такая была фраза, без препятствий у нее все получалось. Значит, где-то, раз она сделала акцент на то, что она во сне видит, ну, нет препятствий, да, то как будто бы в жизни как будто бы есть какие-то препятствия. И тут, ну, это моя вот такая быстрая сразу интерпретация. Ну, как папа подлечил, да, и все пошло как надо. Папа помог в социум девочку, да, вывезти. Ну, это вот мое первое такое ощущение. То есть архетип, мне кажется, она увидела вот в этом преподавателе какой-то архетип, возможно, отцовский, может быть, фигуру какого-то отца, возможно, что-то добрала. Да, у меня близко, у меня суперэго, суперэго, да, которая спрашивает точно, ты уверена, ты придешь, ты не сомневаешься, ты веришь мне, ты идешь правильным путем, да, ну, ты придешь второй раз, да. У меня вот эта часть, вот, а там, где под водой, то есть это значит, что вода ее накрыла, это значит, что она утонула под этими эмоциями, под этими всеми переживаниями, под этой эмоциональной частью большой, но, тем не менее, она совершает там беспрепятственные действия, да, то есть это про, ну, про то, что это полезно. Да, уроки не проходят даром, да, вот, она учится правильным вещам и разбирается там с собой и со своими чувствами для того, чтобы беспрепятственно двигаться дальше и крутить и далее. Сейчас прям вот тоже, да, такая фантазия, как будто вот благословение, да, от какой-то вот мужской фигуры она получила во сне, то есть что-то проиграла, как будто бы, может быть, у сновидца отца нет, или вот, да, вот фигура отца, может быть, как-то вот у нее не проработана была, но это опять же мои фантазии. Вот что-то добрала, как будто бы она во сне от фигуры, да, отец есть, но они какое-то время не общались, и она как раз позвонила, она поговорила с отцом, у нее действительно появились вот эти ощущения, то, что она видела во сне. Вот это, видимо, случилось как опора. Да, добрала, да. Вот этот разговор с отцом важный был. То есть вообще же функция отца вот и в психоанализе, да, и вообще главная функция отца в семье для ребенка, это действительно ребенка вывести в социум, да, вот этой большой рукой помочь ребенку, да, спасти его от симбиоза с матерью, во-первых, да, и вывести ребенка в социум. И как раз-то она это увидела, а велосипед, это же тоже вот... Научить ездить на велосипеде тоже, да? Да, да, в какой-то момент же действительно именно отец очень часто учит ребенка на велосипеде кататься, это же тоже некая такая социализация, то есть вот, ну, мне кажется, это про это. Очень интересно. Да, 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 вот про социализацию больше, но социализация, когда внутри становится спокойно, уверенно, то движение происходит плавно, интересно. Легко, плавно, да. Легко, и тогда нет вот этих мыслей, что зачем я трачу столько времени, могла бы вот это. Вот, то есть как будто бы так и нужно, меня же ждет светлое будущее, да, и раз меня ждет светлое будущее, конечно, я учусь, это вклад в мое будущее, да, и я легко двигаюсь и двигаюсь вперед. Вот, и как будто бы, да, действительно, какое-то благословение ребенок получил. Вот. Здорово, очень рада за основицу. Классно. Надеюсь, у нее все хорошо сложится в дальнейшей ее жизни. Все, да? Давайте дальше кто? У меня вот интересный сон от подписчицы. Значит, все, да, читаю. Значит, она пишет. Мы шли с мужем в замок, в какой-то момент я не смогла идти, и осталось его ждать. Видимо, я была ранена, устала, раны на ногах лохмотья. Я ждала опустошенное, люди помогли мне подняться, и повели вверх по дороге в замок. Навстречу шли коряги, умершие, в скобках, и вели нового. В нем я узнала мужа. Хоть внешнего сходства не было, испугалась и обернулась. Он обернулся, и его увели коряги. А меня люди, успокаивая, что теперь все будет хорошо. Они подтвердили, что его забрали коряги, то есть умершие. Ощущение, страх, наступила неизбежная печаль, что больше его не увижу. Радость, что пришло освобождение. Так, дальше она пишет часть из представления в замке, которое я слушала. То есть там какое-то еще представление было, и она его видела. Принцесса и ребенок осталось жить в замке. Она пролила много слез, оплакивая мужа. То есть это она, видимо. И когда слезы ее высохли, она вышла замуж за брата принца, который тоже жил в замке. Мама принца, актриса, оказалась совсем не похожей на свекровь. Я возмутилась и испугалась, увидев будущее. Хотела убежать, найти мужа и все ему рассказать. Страх. Брат принца играл на скрипке. И вот она пишет ощущения, с которыми она проснулась. Значит, проснулась от всеобъемлющего ощущения погружения в сон. Он был не в голове, а я всем телом чувствовала ту реальность, как будто бы глубоко куда-то провалилась. Параллельное пространство. Было несколько снов, но основной про будущее и принцессу. Вот, все. Какой-то спектакль. Постановки. Вот чего-то постановочного такого, отрежиссированного и поставленного. Это не совсем даже про реальность, скорее, может, про вжитость в эту роль уже существующую. То есть эта роль, она есть, но она стала частью уже личности. То есть она вжилась в эту роль настолько, что, ну, немножко, может быть, смешались понятия, где реальность, а где, ну, присвоенная. Ну, какая-то принцесса. А сколько лет, Элиза, не знаешь? Больше тридцати, по-моему, если я не ошибаюсь, женщине. А на сколько больше? По-моему, тридцать пять. Что-то вот тридцать пять, тридцать шесть, вот что-то плюс-минус ей. У неё есть действительно муж, сын, вот. И вот хотела у Татьяны Станиславской спросить, раз она, ну, говорит, что это роль. Можно писать фамилию. Да, Татьяна. Можно просто у Татьяны. Ну, просто у нас же две Татьяны. У нас же две Татьяны. А, всё, я поняла. А, точно, у меня же тут не аж. Я же сегодня с двумя Татьянами, да. Да, да, загадывайте желание. Ну-ну. Да. И как вот тебе кажется, что это за роль? У меня просто есть тоже своё предположение. Вот, и в какую роль вжилась, ну, вот, женщина, да, которая видела этот сон? То есть она прямо действительно её уже играет в своей жизни, да, настолько она в неё вжилась. Ну, по сути, во сне, мне кажется, тоже это как проскальзывает. Ну, мне кажется, что это роль, вот, есть в Инстаграм такой термин, даже не в Инстаграм, а в соцсетях, путь героя. Абсолютно. Да, то есть, да, ну, то есть она, ну, такая роль немножко патетичная, да, потому что в этом есть страдания, в этом есть преодоление. Но при этом и жертвенное. Жертвенное преодоление и, ну, такое даже наслаждение этой роли. Вот, да. Потому что, мне кажется, она горда тем, что вот она там в ранах, да, ну, вот она преодолевает, она идёт. Я хотела тебя спросить, а что это за термин такой? Ты употребляла несколько раз люди, которые называются как? Коряги. Вот она написала коряги, и в скобках это люди умершие. Это типа как зомби, как я поняла, коряги. Я тоже не использовала никогда именно в этом контексте, но вот, видимо, использую коряги. Или это, может, образ такой, то есть это правда в виде коряги? Даже интересно, я сейчас забью в интернете и посмотрю, что это слово. Коряги. Можно я тоже скажу? Нужно. Да, нужно. Ну, вот для меня это сон. Так как девушке там 30 чуть с чем-то лет, это как, может быть, вот эти как раз коряги, как умершие, да, это как умершие паттерны поведения, может быть, вот именно, либо детские, подростковые. То есть умирает одна идентичность. То есть они же идут, вот эти коряги, она их видит, и ей страшно. И вот этот страх может быть о том, что ей страшно терять вот ту идентичность на самом деле. То есть она видит, что они умирают, может быть, она это не осознаёт, и это может прозреваться в жизни, как просто какая-то тревога. Потому что она взрослеет. И вот та идентичность полностью теряется, умирает. И во сне ей это снится. И ей страшно встречать их. Но они ей и помогают, понимаешь? И ещё здесь же про страх в будущем, как мне кажется. То есть если я теряю вот эту вот идентичность прошлую, в которую я так вжилась, как Татьяна сказала, ну, действительно, мы же привыкаем к этому. Нам уже кажется, что это так безопасно, хоть и там что-то такое есть неприятное, жертвенное, мазохистичное, возможно, но это же безопасно. И тогда, если я иду в будущее, появляется действительно тревога, что я вот это первичное, да, вот теряю. И появляется действительно страх будущего. И там нужно вырабатывать что-то другое. То есть ей там, она уже не ребёнок, не подросток, не там молодой человек, там до 30. Это уже совсем другое. Она ближе к 40. И здесь нужно вырабатывать, видимо, какую-то другую идентичность. Может быть, она не знает, какую именно, кто она, как теперь ей нужно себя вести. Тут очень много мыслей, возможно, есть. Полностью согласна. И, может быть, ей нужно проработать вот свою идентичность здесь и сейчас. Когда ей, допустим, 32 или 35, потому что обычно в 30 вот это заканчивается, начинает штормить. А в 40 ещё больше заштормить может. И вот здесь, если она найдёт свою идентичность, какая она сейчас, как она дальше хочет жить, да, да, то есть она же не может уже как подросток, несмотря на то, что у неё есть муж или ребёнок, может быть, она до этого возраста вела себя именно как подросток, может быть, или как она знала тогда. Возможно, очень вероятно. А сейчас что-то происходит по-другому. Вот здесь нужно, наверное, с сегодняшним днём проводить со своей идентичностью. Как она себе это создаст, так с этим она и будет жить. Чтобы не цепляться тоже вот здесь вот, да, за вот эти вот коряки. Вот как раз-таки я нашла, это суковатое дерево, затонувшее в воде. То есть это коряшки, это то есть сухие, такие вот от деревьев, да, вот эти сучки. Нет, это понятно, но умерший человек, связанный с этим, удивительно. Может быть, это просто такой образ у неё во сне был. Может быть, это её такое, ну, как бы, и она именно вот так употребляет. Но интересно, Элиза, умерший, ну, то есть дерево, которое умерло в водах, да, то есть идентичность, которая младенческая умерла в этих водах, то есть идентичность, не фактически, да, а всё, это единственное. Я больше не ребёнок, всё, я взрослый. И, может быть, очень страшно принять вот эту взрослость. Она держится за детские паттерны поведения, и ей, когда-то, может быть, помогали. А как себя вести, когда я взрослая? Как будто нет понимания. Вот тут надо, мне кажется, что-то делать. Ещё, мне кажется, несмотря на всю драматургию этого сна, этого сновидения, всё-таки сюжет такой выхолощенный очень, он идеальный, идеализированный. Идеализированный. Ну, то есть, он очень такой, ну, постановочный, и это тоже что-то из сказок, из, ну, этого возраста такого, да, ну, такая, ну, такой регресс, там даже, может быть, в этом есть, да, то есть, такое возвращение в детство, там, где были вот эти все очень интересные приключения, какие-то рассказы, сказки, да, и вживание в эту роль, в роль этого персонажа, героя, того, что она читала. Ну, но в целом сюжет, ну, не совсем о реальной жизни, а взрослой сегодняшней, о её жизни. Он такой, всё-таки, утюженный, ну, такой кинематографичный, а это тоже немножко отдаляет от реальности, от реальной жизни, наверное. Ну, это вот как раз, Татьяна, спасибо, что ты запомнила, это как раз вот, наверное, и связано вот с этой детской идентичностью. Да, согласен. Поэтому выхолощены, потому что это придуманный какой-то мир, ребёнку это важно, придумать этот мир, потому что другого пока нету. Ну да, другого пока нету, эмоционально ребёнок не справляется, и он тогда придумывает себе этот мир. Шизоидность, да, некая тоже шизоидность, вот эта вот внутренняя. Да, если посмотреть, что вот это умершее, то вот это, что-то умирает, вот эта сказка детская умирает, и надо встречаться с реальностью. Очень интересно. Она сейчас в групповой терапии, мне кажется, такая, ну, динамика-то во сне неплохая на самом деле прослеживается, что-то действительно происходит, что-то отмирает, да, и как следствие появляется тревога, но тревога — это же неплохой знак, тревога — это же как раз про то, что появляется в теле какое-то возбуждение, какая-то агрессия на то, чтобы как раз-таки пойти во взрослость, ну вот, я так считаю. То есть, да, страшно, да, действительно больно, но динамика-то хорошее, это про развитие, ну, то есть, если работать дальше, да, со своим психическим миром, то, ну, как бы, либо, как бы назад идти опять, да, в смерть некую психическую, да, либо идти в развитие, в жизнь. Да, очень опасно, кстати, оставаться вот и думать о мысли, например, реабилизировать этих, эти мёртвые паттерны, которые уже не работают. Нужно придумывать лучше новое. Да. Спасибо, Элиза. Нужно ли, конечно, их вообще... Классный сон, сказочный, можно прям поставить. Татьяна? Давайте спросим на всякий... Да, у меня сон есть, и мой личный, кстати, и я вот принесла, а пока спросим у наших зрителей, читателей, слушателей, может быть, кто-то что-то хочет тоже нам написать или выйти четвёртым в эфир или спросить что-нибудь, то вы, пожалуйста, друзья, ну, вы не стесняйтесь, потому что мы тут рассуждаем, но мы всегда готовы отвлечься ради вас, собственно говоря, всё это и делается. Поэтому можете писать нам и задавать вопросы свои. У меня... Просто я смотрю, что есть время, я аж последняя, у меня есть два этих, два сновидения. Ну, вообще было одно, но если есть время, то я расскажу потом своё. А сейчас прочту сон значит, моей клиентки. значит, она, ей приснился сон, что у неё в предплечье, а, ну, вообще, надо сказать, что, ну, она проходит у меня терапию, значит, ей приснился сон, что у неё в предплечье растут три маленькие травинки, три зелёных листочка. Растут они из трёх отверстий. Она приходит к доктору, чтобы понять, что это. доктор-женщина начинает их вытягивать, долго тянет и вытягивает из сновидицы длинный кусок целлофана, метра два. Вот. Как будто та его однажды проглотила, и вот внутри такое проросло. А потом, там же, на приёме, в правом виске сновидица обнаруживает тоже маленькое отверстие, надавливает на неё, и оттуда вылезает что-то наподобие рыбьего пузыря по форме арахиса в скорлупе, но в тонкой оболочке, а внутри много жёлтого гноя. Вот. всё. Сон на этом, ну, в смысле, изложение сна я начала. Ну, слушай, тут такой сон, ну, понятно, что она в терапии, и это доктор, это ты, понятное дело, да? И, возможно, в работе вы что-то делали, и, наконец-то, что-то стало видимым, то есть, ещё... Вылезать стало, что-то стало вылезать. Да. Ну, то есть, стало видимым вот это травинки, это же что? Что-то стало видимым благодаря своей. Проросло какие-то. Проросло. То есть, ей стало более видимым, да? и она приходит к тебе снова и говорит, вот смотри, что у меня. То есть, каждый раз она после сессии, там, в промежутках что-то для себя понимает и приходит с этим к тебе снова и говорит, смотри, вот у меня тут три штуки выросло, что мы с этим будем делать? и ты такая тащишь, 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 а потом это синтетика, представляешь? Это же что-то неоргоничное. Это даже то, что не разлагается. Да, смотрите, пузырь и пакет, это же по сути вот про одно и то же. Это какая-то некая оболочка, что ли, вот да, что-то такое интересное, потому что пузырь, это же тоже как пакет, только натуральный, в смысле природный. А пакет, да, это искусственно созданный, но он тоже же выполняет как раз функцию какой-то оболочки, то есть туда что-то кладут, так же, как и в пузырь, в пузыре же тоже что-то есть, как раз гной и мусор. Ух, как интересно. Тут еще внутри утробный образ пузыря, внутри утробный пузырь. Натуральный пузырь, это же я, я же настоящая, но вот целлофановый пакет, как он туда попал, то есть это же уже не что-то искусственное, то есть она родилась нормальным человеком, в пузыре, в натуральном. Как будто бы кто-то внедрил туда этот пакет. Но в нее что-то пихали, да, пока она росла, как целлофаны, что-то ненатуральное. И она даже не знала о существовании этого ненатурального. И вот этот росток, это то, что есть она, ее природа, она вдруг зелененькие листочки, вот это она и есть, начала видеть, замечать в себе. И через то, что она о себе начинает знать, она начинает видеть то, что не ее. Вот этот целлофан она вытаскивает оттуда благодаря тебе. Опять же, да, обретение какой-то идентичности, да, и вот твоего чего-то именно натурального, настоящего, самости. Хороший терапевт. Самость, возможно. Нет, я аж не про это, я про пузыри. А я про это? Я про пузыри, я про то, что гной же тоже вот этот из головы, да, вот это гнев, орех такой. Это фрустрация эмоциональная, вот этот желтый гной, да, и, ну, как раз пришло время, да, отвращение может быть уже к себе в первую очередь. Будет ищить. Вот этот целлофан, который я даже не замечаю, но это меня раздражает, как будто это и я есть и целлофан, и я могу себя ненавидеть, вот, относиться к себе как к отвращению, как к этому гною, которую я не хочу увидеть. А мне наоборот кажется, что как раз-таки пришло время осознать, что этот гнев как раз направлен на тех, кто напихал туда вот эту чужую какую-то идентичность, чужие какие-то программы, и если этот гной, да, высвобождается, то если он в ней был, то как раз-таки она всё это время на кого злилась и ненавидела себя, и тут как раз, да, пришло время вовне эту агрессию, вовне этот гнев выразить, что вот, наоборот, из себя его извлечь, освободиться, ну вот, как я вот вижу это моя фантазия, потому что гной, это же вот как раз-таки про подавленную какую-то сильную агрессию, гнев невыраженный, ребёнок же не может ничего сделать, он как в захвате, да, в ловушке, как ему сказали, как ему рассказали, да, вот с тем, с тем ему приходится и жить, а теперь, да, пришло как будто бы узнать некую правду у доктора, и доктор в этом помогает. Да, доктора. Интересно ещё, что коллофан в теле, а эмоциональный пузырь в голове, ну вот этот гнойник, гнойный пузырь, гнойник в голове. Вот это вот психическое, да, в голове, то, что находится, да, психическое, непроработанное, вот, может быть. Потому что, смотри-ка, натуральный пузырь в голове, это же всё-таки, это то, с чем мы рождаемся, может быть, а тело уже принимает то, чему нас учат. Да, вот они как раз, вот эти все чужие чувства, да, потому что ребёнок уже смачивает. Без других очень быстро становится что-то понятным, да, то, что ты говоришь, Элиза, да, можно выразить вот этот гнев другим, проговорить, это очень важно, но там же ещё происходит, когда уже на себя ребёнок начинает злиться и ненавидеть себя, за что, может быть, совсем в ответ. Так, я же вот про это и говорю, что он всё это время, когда думал, что это он, у меня тело не двигается, непослушное, вот мы разбирали, помню, в психоаналитическом процессе маленького ребёнка, девочке три года, она что-то строила, у неё не получается, всё падает, и она злится, она берёт эти игрушки, кидает, подходит к маме, бьёт её по коленкам и очень злится, и здесь может появиться ненависть к себе, к своему телу, что это приспособление какое-то такое, что мне не подчиняет, какое-то оно, ребёнок же не понимает, что надо сначала вырасти, чтобы он... Конечно, я же про это и говорю, что мы, ну, как бы, ребёнок, он не имеет права, он не умеет перерабатывать этот гнев, и ребёнку же каждый раз кажется, что это он какой-то плохой, это он виноват, это он какой-то не такой, и тогда, когда мы приходим к терапевту, мы понимаем, что мы всё это время не на себя злились, конечно, нам казалось, что это мы какие-то отвратительные, презрение было и к себе, и к своему телу, и на терапии очень часто, вместе с терапевтом, мы как раз-таки можем отреагировать вот этот весь накопленный гнев, не на себя как раз, а вытащить его вот так вот наружу, на того объекта, который был рядом. Поэтому, по сути, мы про одно и то же с тобой говорим, просто немножко... Да, про одно и то же, но я же типа про зеркало, а там через других про себя. Да. Так быстрее понятно про себя, что я чувствую на самом деле по отношению к себе. Если я ненавижу других, то, скорее всего, эта ненависть во мне и живёт. Да. Всё, разобрали. Давайте ещё... У нас есть 12 минут, коллеги. 12 минут ещё... У меня ещё вот маленький сон. Так, сейчас в директе я открою. Он просто такой маленький. Я думала, возьму тот, и если останется время, ещё открою и этот. Сейчас, секунду. Вот. Девушка пишет. Мне почему-то в последнее время снится универ, и что я его не закончила, а мои подруги оттуда на меня обиделись из-за того, что я не смогла помочь с их проблемой. Я старостой в универе была. Всё. А чувства, ощущений никаких нет, да? А с какой проблемой не помогла? Не знаю, мне кажется, просто абстрактно с проблемой. Ну и, а в конце, да, я старостой была. То есть староста, она же, по сути, всегда какие-то проблемы решала, да, что-то вот, кто-то не сдал, кто-то там пересдавать кому-то надо, да, то есть староста, по сути, как-то вот помогает решать вот эти проблемы, договариваться, вот, как я это вижу. Вот. То есть какая-то спасательная, что это происходит. чувство вины за несоответствие чужим ожиданиям, да? То есть она, ну, наверняка с этим сталкивалась и, может быть, не переживала об этом, вот, а, ну, через бессознательное, вот, допережила, ну, так скажем, да, то есть там, или прожила это чувство. Ну, не соответствует, да, ну, не закончила, не решила проблемы, не была рядом, не помогла, да, 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 не, все, все, все нет. Да, я в таких случаях говорю, прям вот разрешите этим людям в себе разочароваться, пусть они вот вас разочаруются, то есть вот, мне кажется, тоже девушке эта интерпретация поможет, то есть, ну, пусть они в ней разочаруются, да, мы не можем, да, всем помочь и быть старостой всю жизнь этим людям. Может быть, это про образ себя какой-то или еще чего-то. я бы, ну, вот, с другой стороны зашла, что она для себя не доделывает, где она начинает и не заканчивает и чувствует, может быть, как раз вот эту вину перед собой. А мне кажется, наоборот, она начала что-то делать. Если глубже еще посмотреть, то, может быть, есть какая-то староста, какая-то субличность, которая, я староста, я расскажу, так и будет. Это внутри психическом, да, вот этот товарищ, который что-то там самый деловой, то есть, он что-то командует, а результата, может быть, нету. Вот туда, может быть, еще посмотреть. и еще я думаю, это, да, с одной стороны, вот такая интерпретация тоже интересная, и еще, мне кажется, это тогда, вина же, по сути, появляется тогда, когда мы, наоборот, от этой старой программы уходим, то есть девушка начала жить для себя, ну, на самом деле, но старая программа догоняет, а что-то забыла, да, ты же вообще, ты же должна в чувстве вины постоянно жить и в должествовании, а тут ты что-то себя начала выбирать, да, и как бы вот, мне кажется, это вот такие неосознанные, как какое-то вот чувство вины, как будто догоняет, что ну, не могу я выбрать все равно до конца себя, вот все-таки надо вот кого-то продолжать спасать, потому что это тоже девушка была на групповой терапии, и я помню, она рассказывала тоже про подруг, которые обижались на нее, когда она выбирала своего мужчину, и вот вроде как она скоро собирается замуж, и вот, ну, почему-то у меня вот эти две истории сложились, что она действительно начала себя выбирать, и поэтому вина-то ее и догоняет, что вот как бы программа говорит, надо остаться, а желание говорят, да, я хочу уже выйти из этого, я хочу выбрать себя наконец-таки, вот. У нас есть вопрос, Ferry Nails 05 спрашивает, у меня тоже повторяется такой сон, что я должна сдать экзамены, просыпаюсь в тревоге, что опаздываю на экзамен. Привет, неврозу. Хорошо, что не психозу. Да, слава богу, что не психозу, да. Да. Ну, что мы скажем? Блин. Я, например, ребят, я сейчас признаю, например, я, я совершенно не понимала геометрию, вот представьте себе. Я тоже. Ну, просто вот темный лес, я могла написать, то есть нарисовать фигуру, написать дано и доказательство дальше, все, приехали. Я не знаю, почему это так случилось, потому что у меня по всем предметам, все предметы, я понимала, другое дело, что я иногда там забивала, но я их понимала. Ну, просто я не понимала, ну, никак. И вот я закончила десятый, я не хотела в школу товарищей просто из-за геометрии. И когда я понимала, что меня сейчас просят, для меня, вот я потела, думаю, боже мой, уже спросили бы, да, и можно еще какое-то время свободно дышать. Но при этом у меня по геометрии был четыре, потому что ну, я ухищрялась, хитрила, потому что я все теоремы знала наизусть. И когда она мне, она любила поговорить про сына, и я выходила, я к Ушкиной я выхожу, и подружке говорю, спроси, пожалуйста, про сына, а сына только в армии. Потому что, когда про сына спрашиваешь, она целый урок рассказывает. Ты была психологом уже тогда. Уже тогда ты была психологом. Какой этот страх. Ты знала слабое место, видишь. Мне было страшно почему-то, что она узнает, что я ничего не понимаю. А в страхе же у нас и появляются наши таланты, мне кажется. То есть, когда нам страшно, у нас вот, вот то, что у нас есть, мы можем реализоваться, то и вылезает наружу. Вот ты как бы идею такую придумала. Но я к тому, что мне, ребята, лет 10 снилась эта геометрия. И когда учительница спрашивала, говорила, Якушкина, я такая, я просыпалась. Ну, то есть, я к чему, вот просто, девушка же написала про сон, про экзамен. Может быть, как раз она испытывала перед экзаменами, на самих экзаменах вот этот ответ быть увидена, что я чего-то не знаю. Это какая-то, да, элемент социальной фобии тоже, да, что вот, я что-то, как будто бы от оценки других людей как будто бы зависит моя жизнь. Вот я сейчас, как я сейчас отвечу, да, и вот такая, как будто бы, вот оценка будет, и при этом это как будто бы про всю мою жизнь. То есть, вот они меня оценят, они решают, как я буду, как будто бы, жить дальше. Вот что-то такое у меня приходит. Они узнают, что я не знаю. Так, будут свидетели. До кого-то, например, до моих родителей. Мне очень страшна их оценка. Они как-то будут смотреть, взгляд, вот этот какой-то, слово, вот это же, это страшное дело. Кстати, и вот... Ну, легче притворяться все до десятого класса, что у тебя всё в порядке. Вот ещё, смотрите, опаздываю. не просто не сдам, опаздываю на экзамен, да, то есть, что я не успею, я что-то пропущу важное в жизни. Я приду, а уже всё закончилось, там, или, да, то есть, меня там, ну, будет закрыта дверь, например. Я пришла, а уже всё закончилось, и мне не надо больше напрягаться уже. Какое-то разочарование, может быть, что-то упустить. А уже ничего нету, да? Слушайте, ещё прям маленький вопрос от этой же девочки. Четыре минуты. Видела, она пишет, видела своих дочек кишащими вшами, причём, проснувшись, подумала, что к деньгам и получила деньги. Это, кстати, я тоже подумала, это вид деньгам. Я не знаю ничего про это. Расскажите мне, если вошь — это деньги, или что? Да. Ну, их же много, да, они мелкие. Много. Всё, я не знаю. Не знаю, кто это нам написал. Надеюсь, что мне приснится ваше трио. Вы очаровательны. Спасибо большое. Главное, чтобы сон был приличным. ДМФ, и Ильин. Да. Мы прочли. Спасибо. Спасибо громадное за сновидение. Пожалуйста, пишите нам в директ ваши сны в течение недели. Мы будем разбирать их. Спите спокойно, спите крепко. Пусть вам снятся, я всегда со своим детям говорю, пусть вам приснятся зайчики и белочки. В общем, вам не обязательно зайчики и белочки, но если будут интересные сны, присылайте, мы будем разбирать их. Спасибо большое всем, кто был в эфире с нами и всем, кто будет смотреть в записи. Спасибо коллеги за то, что пригласили. Спасибо коллеги за сны, иногда просто сегодня тоже вот это с корягами, это целая сказка прошлого раза. Да, очень интересный сон. Ну, в общем, можно собирать сны, снимать интересные фильмы. Вот я о чём подумала. психологические сериалы, да, и в конце какую-то некую интерпретацию. Кстати, хорошая идея, коллеги. Можно книгу издать. Да. Сновидения и интерпретации. Всем интересных снов, обнимаю, всего хорошего, прекрасного. Всё, спасибо. Всем пока-пока. недели и отличных программ. Пока, Тань, выключай вас всех. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok